привет всем друзья и гости канала мы продолжаем с вами играть фермер симулятор 2015 и меня часто просили чтобы мы с вами немножко поработали ночью вот она ночь и хотя нельзя сказать что прям такая она темная что буквально хоть глаз выколи да но тем не менее довольно таки темно даже если у нас с вами включенные фары вот как в данном случае чуток видно что там впереди да и все но мне кажется что для разнообразия мы с вами немножко позанимаемся от такой вот ночной уборкой и ночная уборка у нас как вы видите свеклы происходит я решил попробовать вот этот вот прицеп дело в том что опять же мне в комментариях говорили что вот этот прицеп не подходит под макстрон то есть выгружать свеклу нельзя но оказалось что не все не так плохо по крайней мере вручную все работает но это вручную а вот сработает ли у нас с костиками вот это вот вопрос интересный и я предлагаю этот самый вопрос как раз и проверить ну и конечно же друг другие у нас сами дела которых много как всегда несмотря на то что даже вот ночь и ночью люди обычно спят но это люди фермеры они не совсем люди мне кажется да еще фермеры работоголики какие-нибудь такие вот кстати смотрите это средние настройки графики да вот у нас я так заметил такой нюанс что включается у нас или впереди свет фар или сзади или так или так или вообще никак в отличие от максимальных когда включается и спереди и сзади можно освещать и все видит так но это все сделано для того чтобы компьютеры наши да как можно меньше лагали и как можно больше нам удовольствие приносила игра так ну что же смотрим смотрим и сейчас мы с вами все узреем сможет ли наполняться вот этот вот прицеп да и немножко поговорим с иванычем который конечно же ему вот так вот среди ночи работать самому там где-то на на огромном поле конечно же ему там скучно скучно не интересно так вот еще кто-то тут ездит да еще кто-то не спит ну и конечно же мы с вами типа типа менеджер да тоже не спит начальник фермы так где-то там у нас вон он вы видите да на горизонте где-то что-то там светится чуток дело в том что с этим макстроном проблема даже наш трактор ищу компании для работы даже наш трактор тот который эрлиман он тоже не очень-то с ним хорошо работал потому что постоянно то застревал то не доезжал автомат у нас не всегда срабатывает тоже освещение смотрите да вроде бы как включен но но освещает мало я так подозреваю что у иваныча пнв на лбу сейчас взглянем сможет ли подъехать пристроиться да вполне смотрите все работает я не знаю почему там в комментариях говорили вот и я поверив этим комментариям вообще работал с мелким прицепом постоянно не проверяя вот вашего так скажем да не проверяя этого утверждения мучился там оказывается все значительно легче и проще все работает все раз все загружается разгружается один раз подъехал загрузился да и радуешься жизни ищу комбайн для работы да что его искать вот он же жду заполнения ага так хорошо в общем здесь мы видим что работа идет буквально кипит вот теперь этот трактор мы можем с вами освободить от занимаемой должности почетного выгружальщика свеклы и вот этот мелкий прицеп нам уже собственно говоря и не нужен все мы можем смело продавать этот трактор херлиман наш да фар наш тоже я думаю что они будут работать на сене но опять же с этим сеном есть там небольшая трабла так скажем да вот с английского калька с английского trouble проблема дело в том что я хочу купить еще одну косилку при том хорошую косилку вы помните у нас есть одна которая цепляется впереди трактор и на нашем большом лугу теперь конечно же работать одной косилкой неинтересно это как минимум неинтересно проинспектируем грязный нужно мыть нужно мыть но сейчас не охота мне возиться холодно как-то ночью среди ночи вот но дело в том что я хочу как я уже сказал вот смотрите что тут у нас получается вот что у нас получается у нас будет вот этот вот трактор скорее всего постоянно здесь работать на сене раз уж мы с вами купили вот эти вот сельхоз оборудование для производства сена и травы то давайте этим будем заниматься вот у нас огромный луг есть да я хотел косить просто траву и свозить ее на склад но получается что мы с вами будем делать некоторое время будем делать из этой травы сена и нам нужен какой-нибудь трактор я предлагаю купить трактор который позволит нам работать вот с этой штукой и с этой и с этой сразу же мы видим что у у нас 190 лошадиных сил нужен а в гараже у нас с вами вот этот 143 никак не потянет до из тех что есть этот вообще 90 плюс у нас вот этот мелкий эти нам трактора нужны для работы мы их не можем и дай 320 это будут будет излишек и 435 это вообще лишнее вот поэтому я предлагаю купить какой-нибудь попроще берем вот эту вот штуку так и берем мы с вами новый трактор давайте смотреть какие у нас есть 148 102 114 мелковат мелковат вот 190 но это в обрез как-то до фортиз 142 тысячи ну предположим вот этот и вот 203 тысячи есть один и второй 190 и 203 какой лучше какой красивее давайте смотреть на красоту есть еще вот двести двадцать ламборджини белого цвета но он как-то не вписывается белый цвет в нашу цветовую гамму вообще да которая тут есть конечно же этот мы не купим потому что вот сюда мы вперед не прицепим дать четыреста тридцать пять зачем нам такая мощь а ну согласитесь и вообще если покупать то я хочу вот этот вот купить потом как-то когда он нам понадобится пока что я не вижу особой надобности вот в таком 565 лошадей впереди табун целый впереди будет бежать вот или этот или этот какой же из них какой из них лучше вот здесь смотрите такие вот крепления до длинные какие-то а здесь короткие и здесь короткие странно так ну давайте вот этот чуть чуть помельче возьмем вот хотя это и в обрез но будем будем надеяться что сработает с им это у нас кейс на хорошо погнали погнали в магазин среди ночи я разбудил менеджеров мы с вами среди ночи рванем туда так что у нас тут в темноте что-то делается хоть что-нибудь делается темнота не темнота а коровки наши все равно кушать хотят так здесь у нас ждет заполнение бункера не приходится мотаться туда-сюда что конечно же позитивно сказывается дальше вот мы видим что у нас тут стоит мы видим я вижу вы не видите в темноте что стоит ман на заправке на заправке жидким навозом и как только у нас прекратится работа вот здесь вот вон он комбайн поплелся по чуть-чуть мы сразу же с вами начнем работать жидким навозом бесплатным типа так давайте перемещаемся в нашу новинку где-то она там кстати давайте съездим у нас есть пикап почему не съездить до что у нас все лампочки перегорели я так вижу в пикапе внутри вообще ничего не светится зато как дрифтуем офигенно особенно среди ночи интересно смотреть железобетонные согласен так ну вот он красавец новенький наш кстати смотрите хорошо смотрится мне нравится будет ли цепляться вперед будем надеяться что прицепится такой компактный тракторок какой-то такой вот современный да взгляните такие сглаженные формы красиво не спорю что тут у нас внутри блину внутри я так подозреваю что опять же из-за того что у нас с вами на средних настройках состоит поэтому не видать что там внутри рассмотрим завтра сутрица время я не хочу проворачивать прокручивать потому как так а чё это какое-то странное нет потому как опять чтобы не сгнило у нас поле что у нас только с одной стороны да ладно это явно что-то не то так не хорошо это я вот это купил да нам это не надо нам надо вот это конечно же что за глупость вот совсем другое дело это какой-то мелкий мелкий для мелкого ну 8000 немного мы с вами тут потеряем если его продадим там пару-тройку тысяч вот это то что нам нужно то я как-то думаю что явно что-то не то мелкое какое-то оно и маленькое некрасивое и денег мало стоит вот совсем другое дело да так так погнали так погнали и что интересно трактор едет даже с таким вот грузом сзади его не переворачивает нормальная управляемость более-менее то есть по идее он должен тянуть и вот эту косилку и ту которую мы с вами попытаемся сейчас вперед прицепить и тогда мы сможем большую площадь захватывать нашего луга и довольно таки быстро здесь работать а наши мелкие трактора будут нам помогать переворачивать ворошить траву сушить ее собирать ну много там всяких дел для наших мелких теперь вот этот вот красненький с белым как раз и косилки у нас красный с белым да так вот сельский дизайн фермерский так ну что прекрасно прекрасно мне это нравится так единственное что мы с вами будем должны здесь сделать это нужно будет прописать пути сюда и курсы для наших костиков курсы и маркеры для того чтобы более-менее нормально тут работать давайте мы просто сейчас приспособление не развернуто разворачиваем попробуем как оно работает вообще так развернули все блин я надеюсь что вам видно но хотели ночную вот она ночная в ночное в покос в ночной шесть метров да больше тут не шесть конечно же давайте мы добавим я так подозреваю вот столько да странно так курс смещения странно он как-то у нас с вами идет а это я это я так стою странно и еще добавим немножко ширины я думаю вот это то что нам нужно десять метров да десять же у нас сколько там в магазине было написано теперь уже в нашем гараже вот он трактор красавец сколько всего у нас да смотрите скопилось всякой техники кстати забыл я продать ну ладно пускай девять и девять метров да все верно десять метров пускай будет десять метров так хорошо включаем включаем переключаем включаем опускаем опускаем все и едем смотрим да вот оно смотрите такая десяти метровка в нас отгрызается может не совсем десять метров может не совсем десять метров вот давайте мы вот так вот сделаем примерно да вот с этого края я вижу что как-то не попадает а с этого даже чуть-чуть давайте сделаем девять вот пускай девять метров чтобы не было чтобы не было никаких пропусков ну и вот оно вот оно косится все дальше потом мы переворачиваем вот это сено вернее скошенную траву и еще дальше волок ее собираем потом делаем тюк из нее потом этот тюк заворачиваем вот наконец-то у нас появится тогда силос и один тюк силоса стоит три тысячи там с копейками блин ну зато ж как быстро теперь у нас с вами будет коситься трава для коров просто невероятно быстро по моему пускаем пускаем поехали два прокосика сделаем с вами сейчас вот оно кстати я то вижу говорю вам да что тут что где оно тут косится да вот оно вы скорее всего на ютубе не видите слишком темно я знаю что он еще темнее делает при обработке ну теперь мы можем узреть с вами всю эту красоту два раза проехал восемнадцать метров получил по косу и довольно таки быстро а если мы еще костика напряжем с вами так это вообще будет одно удовольствие работать на этом поле так доезжаем до конца но я конечно же предлагаю завтра уже все это делать дальше когда у нас немножко посветлее сейчас наведаемся посмотрим что там с костиком потому что он скорее всего он там где-то застрял хоть и не говорит об этом да и да и иваныч тоже не жалуется да пока вот хорошо вот так выглядит наша с вами махина серьезно солидно так выглядит мне нравится и вот как ни странно да вот вот как ни странно мне нравится то что мы с вами купили трактор под цвет нашим косилкам вот я понимаю что это странно звучит как для фермера да какой какая разница какой там цвет где этот цвет но вот мне нравится и трактор белокрасный и косилки белокрасные красотень короче говоря невероятно люблю я красоту где бы она ни была так ладно давайте смотреть да прекрасно он работает костик работает просто загляденье какое-то наполнил полный прицеп как вы видите подъехал везде успел нигде не застрял едет дальше отвозит просто слов просто нет днем они и так не работают как ночью может нужно ночью чаще организовывать нам с вами я даже затрудняюсь нужно будет у костиков поспрашивать может действительно в ночном лучше они работают срабатываются у них нет желания куда-нибудь под костик заехать пока тепло пока жара в теньке спрятаться где-нибудь схрапнуть немножко как мы с вами знаем по кустам вылавливаем трактора и комбайны а ночью наверно много под кустами не поспишь холодно и сыро поэтому что нужно делать работать чем они и занимаются да прямой своей обязанностью так посмотрим сейчас высыпем пронаблюдаем сколько у нас с вами свеклы появится и добавится да сколько понятно сколько соломы у нас двести тонн какой двести сто девяносто шесть две тысячи тонн офигеть и свеклы уже шестьсот с лишним тонн семьсот уже буквально скоро нужно будет продавать иначе мы будем затарены полностью ну и кукуруза я говорил помните что кукурузу мы с вами тоже будем сеять на зерно и я это сделал я высел ее на зерно и теперь мы с вами только купим для нашего комбайна жатку я предлагаю так как менеджеры у нас в магазине все равно уже не спят мы их разбудили купили и теперь они уже празднуют с процентов да вот празднуют с того что мы купили теперь нам нужно еще купить жатку для нашего Ньюхолланда вот и лучшая жатка для нашего Ньюхолланда вот она да лучше не придумаешь SR 1090 как раз для нашего красавца давайте проверим чтобы SR 1090 да все верно вот стоит она 65 тысяч и у нас с вами на счету еще 333 у нас денег просто это как-то аж как-то аж даже перед другими неудобно перед костиками стоит она 45 тысяч вот 9 метровка покупаем берем окей так окей и если мы посмотрим с вами вот сюда то увидим что 33 32 это мы убираем траву косим там дальше у нас все засеяно как вы видите все ли 22 27 да не все все да не все почему непонятно почему у нас там не засеяно это ага мы тут стоим мы тут просто стоим и ничего не делаем как ушли на перерыв так короче говоря все бросили наши костики и свалили что называется свалили и дальше решили не продолжать нет поднимаем костика стеклой постели в трусах он так в майке выскочил а что где работать надо костик ну ладно набросил там на босу ногу кирзаки фуфайку сел в трактор и поехал а че никто не видит все равно че там сидеть в костюме да или можно и фуфайке в общем работаем работаем здесь и я надеюсь что кукурузу мы тут съем с вами да кукурузу держи 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 давай не надо спать я понимаю спать охота но выспишься днем ага так он так он и поверил что днем ему дадут тоже спать дадут выспаться в нем еще больше работы у нас с вами обычно так это хорошо здесь мы с вами подъезжаем к комбайну как-то не спешим так ехать да что у нас скоростные показатели на поле 25 да пускай 25 потому что мы с вами знаем как заносит наши трактора как они резко давят по тормозам но все еще метров пятьдесят еду юзом что называется поэтому пускай лучше потихоньку да и ночью да вот не хочу я чтобы технику мне тут ломали вот он так аккуратненько развернулся подъезжает тоже так вот аккуратненько на необходимую дистанцию пять метров все у него выгружается везде все попадает никто никому не мешает короче говоря я сегодня костиками нашими просто крайне доволен с нашей сегодняшней ночной работой да я доволен короче говоря костики работайте я пошел ночевать то бишь спать я уверен что вы без меня справитесь сказал я и костик сразу же остановился да решил решил тоже сдай мне немножко тридцать тонн просто полностью выгрузил Иваныча так ну что же друзья пожалуй тут уже нам и делать то ну как все работают все прекрасно делать то нам особо и нечего дождемся утра будем работать на полях дальше нам предстоит много чего плюс опробуем новую жатку вы помните да которую мы купили вот да и новый трактор на свету как то мы с вами опробуем чтобы не подсвечивать себе фонариком но вот так вот галочку теперь отметочку себе поставим что в ночном мы с вами были и работали ночью всем спасибо за внимание всем удачи всем пока удачи